Привет! Пришло время еще одного испытания, еще одного профессионального спортсмена. Итак, здесь имена и фамилии спортсменов, ну а здесь виды спорта, которые им абсолютно не свойственны. Если вид спорта совпадет со специализацией спортсмена, мы их, конечно, поменяем. Ну что, давайте узнаем, кто же сегодня станет моим оппонентом. Пусть будет эта карточка. Е! Софья Ачигава, прекрасная девушка, профессиональный боксер, двукратный чемпион мира. Ну а вид спорта, который мы вместе с ней будем осваивать... Итак, фехтование. Ух, это будет интересно. Ну что, друзья, я отправляюсь в фехтовальный зал, ну а вы пока посмотрите короткое интервью Софьи Ачигавы. Я Софья Ачигава, заслуженный мастер спорта по боксу, финалист Олимпийских игр в Лондоне 2012 года и чемпионка мира неоднократно. А я пришла в бокс в 11 лет. Первую победу не помню, но помню первое поражение. Это был мой самый первый бой. Я боксировала с мальчиком, так как девочек не было. Мне бы хотелось научиться чему-то новому, тем более, что бокс и фехтование чем-то похожи. Хотелось бы узнать, насколько это близкие виды спорта. Софья, привет! Здравствуйте! Спасибо тебе большое за то, что согласилась принять участие в нашем мастер-классе и дальнейшем соревновании. Ну что ж, я думаю, что у тебя все-таки преимущество как чемпиона мира по боксу, потому что, на мой взгляд, фехтование очень важная реакция. Я тоже думаю, что должно получиться. А у тебя реакция, я уверен, отменная. Посмотрим. Действительно, посмотрим. Но перед тем, как мы с тобой пойдем вот сюда, я предлагаю посетить вот этот кабинет, оружейную мастерскую, потому что, знаете, как подвустроено. Здорово. Пойдем. Здравствуйте! Здравствуйте, Найдерсан! Я по фехтовальному вас приветствую. Рада вас видеть. Вы пришли в святая святых. Фехтование начинается с оружия. А расскажите про само устройство шпаги. Заготовка начинается с проклейки клинка. Это вот так вот выгибается клинок. Вы видите желобок. И вот проклеивается проводок. А, да. Понятно, да? И именно по нему идет электрический... Да, сигнал. Надежда Александровна, расскажите нам, пожалуйста, какие качества развивает фехтование? Ну, фехтование – это прежде всего поединок. Это борьба характеров. Я думаю, что прежде всего он закаляет волю. Один из самых элегантных видов спорта. Потрясающе смотрится на помосте. Ну, вот обратите внимание, Иван уже заканчивает. Все, Ванюш, да? Ну, да. Нормально. Осталось только проверить на специальную аппаратуру. Вставляем шнур в тройник, куда мы как раз в проводке, и нажимаем кнопочку. И загорается лампа. Лампа горит, сигнал есть, шпага работает. Ну что, друзья, я уверен, что чемпион мира по фехтованию научит чемпиона мира по боксу и меня сегодня фехтовать. Ну что, давайте переходим в зал? С удовольствием. Милости прошу. Ну что ж, нас снабдили всей необходимой экипировкой, курткой из кевларовой ткани. Говорят, что она даже непробиваемая перчатка. А, Дим, ты, наверное, не знаешь, но есть еще защита на грудь. Могу показать. Давай покажем, что из защиты есть. Вот такая защита. Это новый модный купальник на этот сезон. Ну и, конечно же, маска. Начнем с разминки. Ну давайте, во-первых, начнем разминать голеностопы. Для фехтовальщика, который очень много передвигается по дорожке, очень важно, чтобы не было травм голеностопов. Ну еще, 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 еще. Хорошо. Походили на внешней стороне стопы. Хорошо. Походили на носочках. Походили на пяточках. Чуть-чуть. Раз, два, три. Это обычно. Раз, два. А ладошки кверху. Наклончики пошли. Наклонились. И встали. Да, вот так. У меня тоже плохо получается. Наклонились. И встали. 70 лет. Вот так. Наклонились. И встали. Мне сейчас реально стыдно. Теперь одно из фехтовальных, самое... Это перекаты. Значит, сели на правую ножку. Так. Покачались. Перешли. Тазик перенесли на другую. Дима, не ленись. Пониже, пониже, пожалуйста. Давай, давай. Молодец. Хорошо, закончили. Тряхнули ноги. Очень важно расслаблять мышцы. Нагружать это, расслаблять. Это хорошо. Ну что ж, продолжаем заниматься фехтованием. Надежда Александровна Артская, Софья Чигава и я. Мы продолжаем заниматься фехтованием. Ну что ж, давайте переходить к мастер-классу. Давайте. Чтобы все было на равно, чтобы... Раз я взяла под опеку Софью, то я хочу тебе представить тоже наставника. Александр Хезин, призер этапа в Кубке мира по фехтованию на шпагах. Давай, во-первых, я сейчас сначала покажу, как надо правильно стоять. Здорово. Значит, ставим ноги под прямым углом. И перемещаем на полторы ступни вперед. И слегка садимся на колено. Да, да, верно. И стоять надо боком к противнику, чтобы было меньше поражаемого пространства. Ты будешь стоять так, и скажешь, сколько ты там у пола в полузер. Стоять впереди стоящую ногу чуть дальше, и к ней подставляем сзади стоящую ногу. Верно. Верно. Любое движение подставания начинается с руки. Рука, толчок, выпад. Да, рука над коленом. Оп, да. Да, верно. Теперь попробуй уколоть меня на мой шаг вперед. Рима, пальцы. Да. Ключи пальцы. Софья, переходим к изучению защиты. Я прошу тебя одеть маску. И у нас есть четыре сектора. Это шестой сектор. Внутренний, верхний сектор четыре. Внешний, нижний восемь. Внутренний, нижний семь. Уколени. Вот это он называется движение, защита, ответ. Раз, и ответ с выпадом. Хорошо. Ну что ж, отлично. Вижу, наши подруги готовы. Пойдем к ним. Надеюсь, что мы этих победили. Я тоже. Вы что, подготовились? А, конечно. Не то, что вы. Мы старались. Я знаю, что фехтование судят на французском языке. Сможете рассудить нас в лучших традициях этого великого спорта? Увремите. Ну что ж, тогда на дорожке. Дорогие ребята, я думаю, что вы получили определенные навыки фехтования в том мастер-классе, который мы вам преподали. И думаю, что вы все это покажете в честной борьбе в этом поединке. Поединок на пять уколов. Он опять черепись. Мазмазель Ачигава, месье Сатокин. Готовы? Да. Поняли? Готовы? Али, начали. Борьба идет, борьба идет. Так, Али. Аль. Один, ноль. Узеро. Месье Сатокин. Али. Оставляйте, не можете. Аль. Ду, зеро. Два, ноль. Аль. Что еще ухорошая ломка? А. Браво. Пока это не было. Плю, у. Два, один. Оставные, добрые. Аль. Путешествия. Три, два, тро, дю. Али. Три, три, пять, три. Ух. Спасибо. Спасибо. Не понравился я. Я вас обращаю. Ну и победителю. Мы все. Теревого клуба «Динамо Москва». Спасибо большое. На плане. Ух. Ну что ж, обыграть чемпиона мира по боксу на фертовальной дорожке не помогла только удача, я уверен. Сань, спасибо тебе большое за то, что вызвалась вместе с одной партейкой испытания. Надежда Александровна, спасибо. Спасибо, занимайтесь спортом. До встречи. Ух. Ну что ж, интрига в противостоянии Софьи Очигавой в фехтовании сохранялась до самого последнего укола, но все же победа со счетом 5-3 за мной. А это значит то, что программа «Ты можешь больше» сравнивает счет в противостоянии с профессиональными спортсменами. Завтра новый вид спорта, новый спортсмен и новое испытание. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok